Привет, я Наталья Щерба, и сегодня я буду угадывать фразы из собственных книг и буду думать, это я написала или это написано в каком-нибудь из фанфиков. Всем привет, меня зовут Кирилл, и с серией Часадеи я познакомился 9 лет назад, то есть в 2012 году. Скажу по секрету, некоторые из фанфиков я даже читала, хотя у меня неоднозначное отношение к фанфикам, и, в общем-то, мне было очень интересно посмотреть, как читатели продолжают свою, ну, как бы мою историю в своих историях. Если честно, мне очень интересно, могу ли я узнать, моя это была фраза или всё-таки её кто-то написал из читателей. В первую очередь человеком движет воля, и чем сильнее твоя воля, тем вероятнее совпадение твоего выбора с выбором времени. Другими словами, чем свободнее человек, тем сильнее его воля, и тем вероятнее сам творит своё будущее. Ну, давай скажем, что это были Часадеи, и, возможно, это сказал даже кто-то из лучших Часадеев. Слишком длинная и мудрая мысль. Ну, это, конечно же, я написала, а тут даже нет других вариантов, потому что я даже помню, в какой момент эта фраза пришла ко мне, и именно какие личные события и свой личный такой выбор этого предшествовал. То есть это, да, это одна из знаковых фраз Часадеев. Может, пойдёт в нашу старую беседку, предложила Диана. На Малом Дубе для нас оставили комнату ту самую, где тогда-то жили мы с Уссилисом. Можно ещё больше вытирать из контекста, чтобы было максимально непонятно откуда. Так, вообще сложный вопрос, честно говоря, потому что на Белом Дубе они уже не жили второй раз в книге. Мне кажется, это из фантика. Ну, давай предположим, что это тоже был момент из книги. Нет, Наташа, это четвёртая часть Часадеев. Это моё, Боже мой, всё. Всё, четвёртая часть Часадеев. Позор, позор, просто позор. 15 глава в Чарадоне, страница 223. Понятно. Ну, каюсь и посыпаю голову пеплом. Мне кажется, что они не путешествовали так по Белому Дубу, но да. Теперь уже припоминаю, что такие путешествовали. Ну и ладно, хорошо. Комната Фэша была такой же, как в день, когда она приехала в Змеулан. Картина с кораблём покачивалась из-за ветра из открытого окна, на котором они сидели с Фэшем. Давайте пойдём издалека и вспомним, когда Василиса первый раз попала в комнату Фэша. Это было, по-моему, в четвёртой части. Картина покачивалась. Мне кажется, это фанфик, потому что они там не сидели. На окне, ну, то есть в комнате Фэш, они не сидели на окне. А после этого они там не были. Следовательно, возможно, это фанфик. И это правильный ответ. Ура! Что-то я помнила. Василиса вспомнила сеть, собранная Астрагором, о которой когда-то говорил её отец. А если великий дух оставлен, правду может следить за чужими судьями, заглядывая из прошлого и будущего. Если говорить о фанфиках, они скорее написаны уже по продолжению основной серии. Основной серии Астробор спойлер умер. Судя по всему, это тоже книга. Это точно я написала. Потому что эту сеть я тоже очень хорошо помню. Я даже помню, где... Короче, когда я это написала впервые. Даже интересно, да. Такие фразы именно выскакивают. И ты вспоминаешь момент, когда ты увидел впервые эту сеть. Например, эту сеть я увидела в одном журнале. Так скажу. Это был на самом деле журнал по декору. Но вот так получилось, что действительно я сразу же подумала. О, это же именно кто-то. Он же помню, кто-то будет. Да, это я помню. Комнаты напоминали колодец. Круглые каменные стены, от которых буквально вверяло холодно. Беспросветная темнота. Одним легким движением нос насветил помещение матовым белым шаром, который фарис в воздухе. Оказалось, комната была без дверей и оков. А до потолка даже не доходил след, как будто его и нет. Здесь не было ничего. Что так? Этот момент напоминает поход ребят в расколотый замок. Но я что-то не помню, чтобы там был Нортон. Опять же, сложно. Что это за колодец? Да, они шли в зал печальных камней. Такого там точно не было. Они шли через воду, попали в огромный зал. Больше Нортон ничего нигде не мог осветить. Хорошо, мне кажется, что это не я написала. Это, наверное, фанфик. Они шли за королевой по вымощенной плоскими камнями тропинки и, подойдя к озеру, воскликнули от восхищения. Черное озеро было таким огромным, что ребята еле увидели другой берег на Беризонте, где уже начинается владение жемчужной королевы. Солнечные лучи отражались от водной глази яркими заячками, похожими на звезды. И так захотелось здесь искупаться, вода так и манила к себе. Так, ребята у нас купались в пятой книге, но тогда жемчужная королева еще звалась Белой королевой. А в шестой книге ему уже было не до купаний. Так, в первых тропинка вымощенная камнями, во-вторых владение жемчужной королевой, а в третьих мне тоже не понравилось. Мне кажется, это не моя история. Путем логических размышлений это, наверное, тоже фанфик. Решни здоровьем, врач нас смехнулся тот, и уйдешь из замка по частям и в разное время. Это сказал кто-то из ребят, наверное, даже в перепалке, возможно, даже Фэш Маару. Вообще-то Фэш, пусть и так уже говорит. И это точно мое, конечно. И эти моменты, их конкуренции, конечно, всегда очень забавляли и придавали остринке истории, поэтому да, это книга. Мы с вашим отцом прошли через такое количество испытаний, чтобы сейчас вот так просто сидело и держало вас за руки. Сейчас, мисколько не преувеличиваю, скажу, чтобы когда-то ваши и моя жизнь были буквально на волосте. Мы с отцом боролись за вас всеми правдами и неправдами. И сейчас я говорю это не для того, чтобы представить вас, а чтобы вы постарались поднять ответственность каждого вашего шага. Сложно. Кто у нас был с отцом в Честодеях? Василиса. 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 Я просто помню, что очень много в книге было моментов про ответственность, и об этом даже иногда слагали мемы, и, по-моему, даже сфера рисовала что-то на подобные шуточки. Поэтому мне кажется, это вполне может быть книгой. Это не мое. Вообще не мое причем. Древние часы и говорили. Умею прогреть время, чтобы как можно реже приходилось им управлять. Мне вообще нравились в основной серии все вот эти вот моменты, которые были связаны со временем и различным вписанием его в какие-то цитаты и мысли. Поэтому мне кажется, это вполне может быть правдой и тоже будет моментом из книги. Это точно мое, потому что эта фраза, в общем-то, немножечко тогда переделана из фразы «учись драться, чтобы больше никогда не драться». То есть это моя любимая фраза из кушу, ну, из китайской философии, можно так сказать, из восточной. И поэтому мне показалось, что она очень важна именно как раз управлением временем. То есть это одна из знаковых таких фраз. А если зря она убежала из дома, то знает, возможно, у нее наладилось бы с концом. Она бы пошла вместе с Нортом и Дейлей, школой часов, стала бы часовщицей. Нет-нет, все явно не так гладко. К тому же Василиса в своей высшей степени должна стать наследницей. А отец же желает видеть на этом месте Норта. И Елена, она тоже говорила про это. Я даже не понимаю, о ком речь. Наверное, логично, что говорят либо о Николь, либо о Дейле. Но видео же настолько коварно, что это может быть и фанфик. Это мое. Ну, давайте скажем, что это цитата из книги. Верно, что ты обнимаешься с каким-нибудь невоспеченным кличником, убью обои. Он состроил свирепую гремацию. Вернее, его на кусте разорву. А с тобой просто разговариваю. Ой, ну это 100% фэш, это в стиле фэша. Даже если не начинать, а просто сказать, разговаривать не буду. Это книга, четвертая, наверное. Это точно мое, где, ну, четвертая книга, мне кажется. Ну что, это моя любимая цитата, и, в принципе, она вообще любимая. Ну, безусловно, я надеялся на то, что большинство вопросов будут мной засчитаны, потому что прекрасная серия Часадеи, которая уже 10 лет была прочитана ни раз, ни два, ни три. Это одна из любимых серий, как минимум, потому что это первая серия. И оттого вдвойне и второе неприятно, что на большинство вопросов я смог ответить правильно. Мне очень понравилась игра, потому что было довольно интересно взглянуть на свое творчество как бы со стороны. И, да, мне вот интересно, что я засыпалась на одной из цитат, просто не вспомнила, что девочки, в общем-то, по белому дубу путешествовали больше, чем я думала. Да, вот это как-то мне почему-то показалось, что они только раз были в домике на белом дубе в Чарадоле. А оказалось нет, оказалось больше. Вот так. Ну, ничего, все помнить, конечно, невозможно. Хотя, если честно, я вот сейчас так для себя сделала вывод, что все равно книга, наверное, живет в твоем сердце, который ты написал. И я скажу, что помню имена и названия, и то, что я закладывала в книге. Когда, кстати, самое интересное, когда и какие фразы были написаны, в какой период времени, и что даже мною двигало, чтобы я записала именно такую фразу. Все это очень интересно. То есть, как для писателя, это был очень интересный опыт, сравнить свое творчество с фанфиками. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока!